Страшная авария в Александровском районе. В 7.10 утра на 113-м километре автодороги Колыкша-Кольчугина-Александров в Верхней Дворике столкнулись Митсубиси Баджеро Спорт и ЗАЗ. По предварительным данным, виновник аварии водитель внедорожника. Он превысил скорость и выехал на встречную полосу. В результате ехавший с ним 11-летний ребенок погиб. Травмы, несовместимые с жизнью, получил и 55-летний пассажир ЗАЗа. Остальные участники ДТП, оба водителя и два пассажира внедорожника, в том числе 7-летний ребенок, отправлены в больницу. Взимали плату незаконно? Прокуратура области проверила платную горку в центре Суздаля. Напомним, ее организовали на Кремлевском валу. Раньше жители могли кататься там бесплатно, но теперь полчаса со своей ватрушкой по выходным обходятся жителям в 200 рублей. Надзорные органы установили, что предпринимателям земельный участок был предоставлен незаконно. Администрация города нарушила земельное законодательство и законодательство о защите конкуренции. Кроме того, платная горка ограничила суздальцам и гостям города доступ на объект культурного наследия. В главе администрации Суздаля выписали требования немедленно устранить нарушения. Аналогичные требования получили и предприниматели. Первый в России. Владимирский спортсмен стал лучшим на первенстве страны по армрестлингу. Александр Кузьмин чемпион в категории юниоров до 18 лет. Соревнования проходили в Подмосковье. Наш спортсмен не проиграл ни одной схватки и взял сразу три золотых медали, оставив позади главных соперников – спортсменов из Северной Осетии. Следующий турнир уже в апреле. Наш чемпион в составе сборной России выступит на первенстве Европы. На дорогах будет скользко. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Дождь, мокрый снег и порывы ветра до 17 метров в секунду могут спровоцировать чрезвычайные ситуации. На дорогах ожидается гололедица, поэтому возможно увеличение количества ДТП. Кроме того, мокрый снег и сильный ветер могут привести к обрывам линий электропередач. Продолжение следует...